В Самарском филиале Третьяковской галереи прошла презентация концепции лаборатории «Выход в город». В течение недели 23 молодых художника из Самары и других крупных городов будут встречаться с жителями, изучать местную архитектуру, ходить на экскурсии в музей и выполнять задания под руководством куратора. Итогом станут художественные проекты на стыке двух направлений – медиа-саунд и паблик-арт. Их представят на фестивале «Волга-фест». В Рио губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев представит на заседании Губернской думы 25 июня региональный бюджет развития. В поправках учтены магистральные направления, увеличение финансирования социальной сферы, поддержки СВО, развития Дорожного фонда и общественного транспорта, здравоохранения. Также 25 июня руководители региона вынесут на согласование кандидатуры заместителей губернатора. В Самарской области планируют строительство завода металлоконструкции. С инвестором подписали соглашение. Проект будет реализован в три этапа до 2027 года. Общий объем инвестиций превысит 211 миллионов рублей. Под Рязанью погибли 8 человек в массовом ДТП с микроавтобусом из Сызрани. Трагедия произошла на трассе М-5 «Урал». Водитель микроавтобуса, в салоне которого были 15 пассажиров, выехал на встречную полосу, где врезался в иномарку, столкнулся с большегрузами и опрокинулся. Погибли водители, 6 пассажиров газа и водитель внедорожника. 13 пострадавших госпитализировали. Автоваз отозвал автомобили «Лада Веста» с китайским вариатором. Владельцам этих машин необходимо посетить дилерские центры и проверить уровень масла. При нарушениях вариатора заменят, работы проведут бесплатно. 21 июня наступит День летнего солнцестояния. В северном полушарии планеты начнется астрономическое лето, а в южном – астрономическая зима. Солнце в этот день проходит самый длинный путь по небосводу и занимает максимальную высоту над горизонтом. Во время летнего солнцестояния продолжительность дня в Самарском регионе составит 16 часов 58 минут. Жительницы России предостерегли от уколов ботокса. Препарат, который вводится в организм при таких уколах – тот же самый токсин, что вызывает ботулизм только в малой дозе. Он обладает накопительным эффектом. Нейротоксин, который провоцирует заболевание, приводит к параличу мышц гортани и изменению голоса.